Собственно, чуть-чуть обо мне. Меня зовут Игорь, я работаю в Озоне, я веду телеграм-канал. Сегодня буду рассказывать вам про трех китов электронной коммерции. Вообще, что это такое? Так, сейчас я смогу победить этот кликер. Вроде ту. В следующий раз я обязательно укажу этот момент. Какая кнопка здесь? Покажите мне, пожалуйста. Отлично. Про это мы уже поговорили. Смотрите, про Озон. Я думаю, что не нужно детально представлять компанию Озон. Здесь чуть-чуть цифры для того, чтобы понять вообще нашу нагрузку и наш масштаб. Об этом мы сегодня будем говорить. Вообще, про что я сегодня буду рассказывать? Здесь на этой картинке выглядит… Вот так примерно выглядит Marketplace. Я сегодня буду рассказывать о том, что есть три кита, на которых, в принципе, и держится Marketplace. И это является залогом успеха. И давайте, наверное, поподробнее про каждого из них пойдем от общего к частному. Первый кит – это покупатель. У нас их много. Я о них не буду много рассказывать, потому что доклад будет в основном про логистику. Покупатели у нас, как и наши заказы, растут кратно. Здесь, собственно, всплеск, который обусловлен тем, что на рынке Marketplace есть высокий сезон. Вот конкретно здесь это 11.11. Это те пики в распродажах, которые есть и которые нужно переживать. Такая вот есть у нас данность на этом рынке. Про это я буду говорить. Про то, как мы растем. И это очень сильно коррелирует с каждым годом. И, собственно, в каждую распродажу мы на какой-то N процентов растем. Здесь как раз есть все данные. Надо все это делать, нам будет переживать. Есть второй кит. Это наш продавец. Продавцы – это тоже наши пользователи. У нас есть несколько вариантов, как продавец может работать с Marketplace. Первый вариант – это FBO. Это когда продавец хранит свои товары на складах Озона, пользуется логистикой Озона. Есть второй вариант – это FBS. Это когда продавец хранит товары у себя и пользуется только логистикой Озона. Есть третий вариант – это когда продавец пользуется только витриной. Собственно, сейчас будем говорить про третий кит. Но мое личное мнение, что, в принципе, логистика от сердца Marketplace. Ну, как минимум, потому что я там работаю. Как максимум, на самом деле, логистика стоит, так назовем это, на итоговом пути коробки. Перед тем, как попасть к вам в руки. И вот все те пики и те нагрузки, которые постоянно растут в связи с ростом рынка, в связи с ростом количества заказов и с тем, что, в принципе, компания кратно растет, они, в конце концов, все приходят в логистику. Как нам с этим бороться? Собственно, фоточка из полей. Вообще очень важно, когда ты делаешь лучшую логистику в стране, постоянно ездить на склады и трогать это все руками. Но это не в этом докладе. На какой-нибудь другой конференции вы можете услышать, буду рассказывать про это. А сейчас про логистику. Такие цифры есть в логистике. И очень было бы сложно, я бы даже сказал, наверное, почти нереально, переживать все те нагрузки, которые у нас есть, если бы у нас не было определенного набора инструментов для того, чтобы с этим бороться. Для этого у нас есть собственные продукты. Это достаточно специфическая вещь, потому что это не классические B2C продукты. Здесь совершенно другие метрики, здесь совершенно по-другому делаются продукты, здесь, в конце концов, другие пользователи. Но самое важное то, что эти продукты влияют напрямую на операционную деятельность компании. Ну и, к примеру, какая-нибудь ошибка в сортировке может стоить трехкомнатные квартиры в Москве. При этом очень важно эти продукты, главное их не недооценивать, а очень важно понимать то, какой вклад вообще в целом в операционную деятельность компании они вносят. И как с помощью них мы можем переживать те масштабы, те нагрузки, которые у нас есть как в высокий сезон, так и в целом погоду. Давайте теперь поговорим про метрики. Как я уже сказал, они нестандартные. Собственно, на что мы боремся? Есть такая стандартная маркетплейсовская метрика, это on-time, это вообще… А насколько мы вовремя все это дело привезем? Click-to-delivery – это насколько быстро, если вы помните эту картинку, как выглядит маркетплейс, собственно, с клика на компьютере до того, как я это получу в руки или привезли в ПВЗ. И есть еще операционные метрики. Это то, что мы в основном меряем в наших продуктах, в продуктах логистики, и то, за что мы боремся в логистике. Cost-per-posting – это стоимость обработки какого-то предмета в рамках бизнес-процесса в логистике. Производительность – это сколько таких предметов я могу обработать в единицу времени. И defect-trade – это то количество косяков, которые я совершу в рамках этого бизнес-процесса. Это неисчерпывающий перечень метрик, но в основном будем говорить сегодня про них. Давайте теперь про инструменты. Один из самых таких красивых масштабных инструментов – это автосортер. Это автоматическая конвейерная линия, которая позволяет сортировать посылки по каким-то количеству бизнес-правил. Если простым языком, то, я думаю, все тут ездили за рулем или ездили в такси. Можно представить, что конвейерная лента – это МКАД, а мы, собственно, являемся тем навигатором, который по ссылку навигирует в то или иное физическое место сброса. И, соответственно, мы делаем отдельный продукт, который позволяет настраивать правила для этого сброса. То есть, куда, например, едет посыл, какой у него тип доставки. Как, собственно, эта штука работает? Автосортер имеет большой сканер, который сканирует баркод посылки. Соответственно, мы под капотом вычисляем, какое правило нужно для этой посылки. И далее мы уже маршрутизируем, в какое именно физическое место сброса скинуть эту посылку. Если говорить про цифры, то более 9 миллионов предметов сортируются ежедневно. Так, я научусь, нажал и жду. Далее. У нас есть различные интерфейсы склада. Вот это мой самый любимый интерфейс. Он позволяет нарисовать топологию склада, разложить все товарно-материальные ценности, такие как шкафы, стеллажи, различные коробки. Позволяет контролировать все внутренние перемещения склада. Позволяет, например, проводить просчеты по какой-то зоне склада. Или, например, проводить инвентаризацию. То есть, если говорить простыми словами, это такой интерфейс, который позволяет управлять всеми внутрискладскими перемещениями и производить контроль всех зон склада. Следующий инструмент, он же и продукт, это терминал сбора данных, под которым мы пишем свое приложение. Терминал сбора данных – это тот инструмент, который позволяет автоматизировать рутину кладовщика. То есть, все сканирования кладовщиками происходят с помощью такого инструмента. Кладовщиков мы называем пикманами, потому что по характерному звуку от сканирования, я думаю, все были в пятерочке, все знают, как сканируют барр-код. Но, собственно, если вы придете на склад, вы окажетесь примерно в тысячах, как будто рядом с вами тысяч пять касс, и все время вот эти пики происходят. Вот, собственно, как пикмены выглядят в действии. Более 14 миллионов операций происходят ежедневно. Здесь представлен список тех операций, которые мы автоматизируем с помощью этого инструмента. Собственно, ради чего вообще все это дело делается? Логистика – это бизнес не про то, чтобы заработать денег, это про то, чтобы оптимизировать то, что у нас есть, сократить какие-то издержки и поработать в сторону экономики. Все, что делают кладовщики – это какое-то количество операционных итераций для того, чтобы совершить какое-то целевое действие в рамках бизнес-процесса. Если перевести на простой язык, то любое касание на складе стоит денег. Таким образом, наша основная борьба за количество этих пиков, потому что каждый пик условно стоит рубль. У нас более 14 миллионов пиков. Мы сами можем посчитать экономику. Все цифры на самом деле с потолка. Таким образом, наша основная задача – как менять бизнес-процессы, так и в соответствии с бизнес-процессами иметь возможность гибко менять наши продукты, тем самым влияя на как раз эти показатели, операционные показатели склада. Таким образом, мы сокращаем количество пиков. При этом нам нужно умудриться не потерять производительность и сделать бизнес-процесс интуитивный и понятным для того, чтобы мы не совершили кучу ошибок. Вот примерно между этими метриками мы и балансируем в логистике. Важно понимать, что устойчивость каждого кита влияет на успехи бизнеса и уже как следствие этот хороший уровень клиентского опыта. То есть если какой-то из этих китов неустойчив, то в той или иной мере пользователи это почувствуют. И очень важно ценить и заботиться о своих внутренних продуктах, потому что это то, что не видно пользователям, но на самом деле это приносит огромный-огромный вклад в компанию. Поэтому заботьтесь о своих внутренних продуктах, относитесь к ним с большим-большим уважением. Они делают очень большую работу, хоть и за кулисами, но она правда очень большая, и пребудет с вами сила. Так, и, и, и. И теперь все. Всем спасибо. Так, важно подписаться на телеграм-канал. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить, а после вопросов будет еще маленький розыгрыш. Так, кто-нибудь даст кому-нибудь микрофон? Привет. Как ты с ней работаешь, чтобы меньше трехкомнатных квартир раздавать? Ну, я думаю, если бы мы много раздали трехкомнатных квартир, я бы уже не работал. Давай я попробую ответить так. Есть какое-то пороговое значение, выше которого какой-то треш-холд, превышая который мы понимаем, что что-то сломалось. И мы точно не выпустим никакую там новую фичу или никак-то не поменяем бизнес-процесс, если мы превышаем этот треш-холд. Если в нормальном здоровом мире мы понимаем, что у нас какие-то такие выбросы, то, скорее всего, это либо что-то сломалось, либо сломался складовщик, либо сломалось что-то в системах. То есть это какое-то явно нездоровое поведение, и надо его чинить именно локально. То есть это не системная проблема. А вот этот коридор, как вы определяли его? То есть он меняется в зависимости от сезона, от пиков? Коридор меняется в зависимости от бизнес-процесса. То есть в каждом бизнес-процессе есть какое-то количество допустимых ошибок. Потому что, ну, к примеру, если есть у тебя какие-то ошибки в сортировке, то они могут привести… У нас есть такое понятие, как засыл. Это когда у тебя посылка должна была поехать в Питер, а поехала в Хабаровск. Вот, собственно, там количество ошибок должно быть минимально, потому что, ну, как минимум, это очень будет влиять на он-тайм, а как максимум это еще там повлияет на кучу других метрик. Ну, я уж молчу про то, что в Хабаровск свозить достаточно дорого. Понял, спасибо. Так, вот здесь была рука, я помню, в самом начале. Игорь, привет. У меня тоже по метрикам вопрос. Он-тайм и клик-то-деливери – это не одно или и то же, ну, то есть своевременность доставки груза? Нет. Смотри, он-тайм – это своевременность, а клик-то-деливери – это как раз-таки момент от нажатия кнопки до условно того, когда тебе вручили посылку. И это совершенно разные могут быть вещи. Ну, то есть приехать вовремя – это одно, а как раз сократить время от нажатия до доставки – это другое. Типа я могу вовремя привозить через неделю, да, или я могу говорить, что я неделю сократил до двух дней. Спасибо. Привет. Я хотел спросить, что есть множество математических, решенных задач по оптимизации, соответственно, развозов и привозов. Я хотел спросить, насколько работа твоя, она математическая или, скорее, у тебя более интуитивное понимание процессов, которые ты пытаешься как-то оптимизировать? Или есть реальные задачи, которые как-то формализованы, которые вы решаете? Есть много формализованных задач, которые решаются различными алгоритмами. Например, сортировка – это, в принципе, все задачи по сортировке, они по-другому алгоритмические. Там много математики, там не получится интуитивно. Когда у тебя миллионы посылок тебе нужно рассортировать на сотни или десятки тысяч направлений, при этом у тебя огромное количество правил, например, настроек сортировки, вот эта комбинаторика, она интуитивно жить, в принципе, не сможет. В целом понятно, что это какой-то сформулированный алгоритм, просто как раз формулировка алгоритма, она насколько строгая. Ну, строгая в смысле доказательства оптимальности этого алгоритма. Ну, здесь, на самом деле, все очень зависит. Ну, то есть, в зависимости от каждого бизнес-процесса, оно варьируется. Здесь, ну, сложно как-то однозначно сказать. Спасибо большое. Так, друзья, давайте еще два вопроса, потом к интерактиву перейдем. Добрый день. Игорь, спасибо за доклад. Очень интересно. Вопрос, опять же, про метрики, потому что они беспокоят многих. Все тут поставляют фичи, и всем интересно, как это сделано в озоне. Подскажи, пожалуйста, в рамках дефект рейта у вас есть настройка о том, какая ошибка является более приоритетной. Уехала ли у тебя доставка вовремя в Хабаровск или в Москву непоправильному адресу? Правильно я понял вопрос. Есть ли какая-то приоритизация в рамках ошибок? То есть мы сначала обращаем внимание на те ошибки. Да, конечно. Расскажи о ней под подробней, если можешь. Давай я расскажу так, что это все завязано на деньги, но прям подробный алгоритм я рассказать не могу. Игорь, расскажи, пожалуйста, про проект ВРЦ. Какой он сейчас стадии? Потому что я помню, его выкатывали в легко принудительном порядке, и потом кажется, что чуть-чуть откатили. Как он сейчас развивается? И планируете ли вы его все-таки раскатать на всех поставщиков? Я, наверное, не буду рассказывать про план на этот проект. Пока он находится на той стадии, вот вы правильно сказали, что его на часть поставщиков выкатили, пока планируем его оставить на этой стадии. Какое будет у него развитие, я не буду говорить. Это не мой проект, и здесь не хочу делиться чужими планами. Так, ну, еще один вопрос дадим задать. И потом. Скажи, пожалуйста, сгоревший склад и такой радикальный рефреш физического мира, который из-за этого произошел, вызвал ли какие-то подобные изменения в продукте, которым ты управляешь? Были ли какие-то последствия внутри твоего продукта из-за этого? Может, он какие-то возможности для тебя дал? Нет, это никак не повлияло на продукт. То есть мы настолько гибкие, что мы достаточно оперативно отыграли всю эту ситуацию, и никаких там кардинальных изменений в рамках продукта не произошло, и ни на какие дальнейшие планы в рамках продукта тоже не повлияло. В том числе какие-то меры предосторожности тоже не повлияло? Это скорее уже не продуктовая часть, это больше прооперационную часть, но здесь, я думаю, я не вправе отвечать за коллег. Спасибо. Спасибо большое за вопросы. Игорю передаю слово для интерактива. Так. Собственно, я же сегодня говорил про распродажи, я сегодня говорил про пики. У меня есть три вопроса и, собственно, три подарка. Три мини-подарка как раз за правильное попадание. Это данные за последнюю распродажу 22-го года. Как вы думаете, сколько было продано крупы? Ну, тот, кто ближе ответит, получит подарок. В тоннах. В тоннах. Это за сутки. За сутки. Так, есть еще вариант? А кто-нибудь отслеживает, кто вообще какие цифры говорил? Я сейчас просто покажу цифру, надо кому-то будет подарок дать. Вот кто-то говорил, да, вот 80, по-моему, это было самое близкое. А кто это был? Поднимите руку. Вот, ты знаешь, что модное слово. Да, это маскот. Спасибо. Меня попросили, чтобы вы оставили здесь обратную связь. Ну, сегодня не мой день с техникой, честно. Так, а если отмотать, тогда подпишитесь на телеграм-канал, он точно сканируется, я проверял. Так. Ну, сегодня явно не мой день. Напишите MVP из палок в телеграме и найдете мой канал. Огонь. Тогда возвращаем обратно, да? Тогда всем спасибо. Спасибо.